здравствуйте дамы и господа ну что ж наконец-то наступила пятница рынке с таким напряжением ожидали сегодняшнего дня а почему собственно потому что сегодня 16 риск будет опубликованы очень важные статистические данные соединенных штатов это данные по валовому внутреннему продукту предполагается что данные будут весьма неплохими и покажут рост ввп сша двухпроцентный рост ввп сша в целом мы видим что в преддверии ожидания что в преддверии заседания фрс которая как я уже говорил неоднократно пройдет 2 3 ноября финансовые рынки практически замерли участники рынка ожидают решение фрс по программе количества смягчения и вполне вероятно эта программа будет весьма незначительная и может оказать не такую сильную поддержку спекулянтам и желающим покупать за доллары выско рискованные активы в первую очередь конечно же акции ну и если мы будем говорить о валютном рынке форекс то можно ожидать все таки долгожданной коррекции серьезной коррекции в сторону укрепления американской валюты ну как оно будет конечно мы посмотрим а давайте пока мы обратим наши взоры на то как у нас отторговала азия и техокеанский регион и так к настоящему моменту азиатско-техокеанский индекс msi закрылся в минусе минус 84 сотые процента также никей 225 снизился на одну целую 75 сотых процента индекс топикс упал на 42 сотые процента гонконгский индекс heng снизился на 82 сотые процента что касается шанхайского индекса прошу прощения китайского индекса shanghai composite то он упал на 63 сотые процента но что касается индекса сингапурского тон как ни странно вырос на 28 сотые процентов целом мы видим что в азии царят негативное настроение большое давление на японский фондовый рынок оказывает растущей японская иена которая сегодня достигла 15 летнего минимума против американского доллара прошу прощения максимума против американского доллара конечно это снижает возможности японских экспортеров и вполне вероятно что в конце концов это может заставить банк японии осуществить долгожданную валютную интервенцию о которой уже все давным-давно говорят но в целом ситуация сейчас умеренно спокойная и давайте посмотрим что у нас происходит на рынке сырья нефть у нас к настоящему моменту корректируется снижается но основной причиной снижения является конечно же неясная ситуация с монетарной политикой соединенных штатов с программой количества смягчения с объемами этого количества смягчения и похоже участники рынка решили не рисковать и начали фиксировать позиции поэтому это снижение мы объясняем как фиксацию игроков на рынке нефти и так настоящему моменту североморская нефть марки бренд падает на 46 сотые процента находится на уровне 83 долларов и 21 цента за баррель западно-техасская нефть wti снижается на 75 сотых процента и находится на уровне 81 доллара и 57 центов за 1 баррель целом ситуация на товарном рынке все-таки смещается в сторону негатива мы отмечаем что большее количество товарных активов все-таки снижается чем растет к настоящему моменту контракт на медь падает на одну целую 31 сотую процента золото находится в символическом плюсе фьючерс на золото подрастает всего лишь на одну сотую процента находится на уровне 1342 доллара за одну унцу что касается серебра серебро более активнее подрастает рост составляет 29 сотых процента и находится данный актив на уровне 23 долларов и 95 центов также за одну унцу что касается ситуации в европе то как и предполагалось европа открылась в минусе к настоящему моменту европейский индекс dow jones stocks 50 падает на символические на символические одну десятую процента что касается сводом индекса европейских акций dow jones stocks 600 то он также незначительно снижается снижение составляет шесть сотых процента британский food system находится на уровне вчерашнего закрытия dax 30 снижается на четыре сотые процента французских как 40 также корректируется на три сотые процента почему так происходит на наш взгляд опять же рынки с напряжением ожидают данных по ввп соединенных штатов настоящему моменту ситуация на фондовых площадках европе примерно является таковой что примерно равное количество акций как снижается таки растет из статистики опять же напомню важным для нас являются это данные из сша 16-30 будет опубликованы данные по ввп за третий квартал также будут интересными европейские данные данные из европы в 13.00 будет опубликован индекс потребительских цен предполагается что данные индекс снизится на одну десятую и будет опубликован уровне одно целое семь десятых процента ну и конечно же в 13.00 будет опубликованы данные по безработице а именно будет нам известен станет нам известен коэффициент безработицы который как предполагается останется без изменений на уровне 10 целых и десяти десятых процентов целом ситуация на валютном рынке к настоящему моменту достаточно стабилизировалась мы не видим каких-то особо сильных движений за исключением как я уже говорил выше укрепление японской иены против евро и против американского доллара можно говорить о том что рынки будут сегодня с напряжением ожидать данных по ввп сша если данные окажутся не хуже а может быть даже немножко лучше во всяком случае не хуже двух процентов как это предполагается то можно ожидать что это окажет серьезное воздействие на решение фрс сша по программе количественного смягчения и на наш взгляд это может оказать краткосрочную поддержку американского доллара вообще как мы считаем что в принципе в принципе американская экономика не нуждается в программе количественного смягчения просто в тот период когда статистика летняя статистика сша оказалась очень очень слабой фрс очевидно принял решение на наш взгляд осуществлять такую своеобразную вербальную интервенцию подсластив горькую пилюлю той американской статистике обещаниями полномасштабной программы количественного смягчения ну а на этом у нас все с вами был старший трейдер и аналитик компании grand capital сергей костенко удачи вам и до новых встреч до свидания